всем привет сегодня с вами снова я андрей александрович с чего я хочу начать наверное многие из вас уже обратили внимание на то что я уже давно не выпускал своих роликов и на то были причины значит первая причина это то что я переносила свой канал на другой аккаунт вот и вторая причина заключалась в том что я решил раздвинуть ранки своих проверок зс и сделать их более информативными и интересными для этого у меня на вооружении появился вот такой вот прибор который называется optis 2 это инновационная разработка российских производителей из города владимира значит и сегодня я хочу сделать небольшой обзор этого приборчика значит наверно стоит начать с упаковки и так на лицевой стороне мы видим название самого прибора optis 2 видно сам прибор скорее всего в натуральную величину как я понимаю марки бензинов которые он измеряет но наверное не марки а крановые числа которые может измерить значит здесь же указано срок гарантии два года значит здесь написано пожаробезопасность что очень важно так как прибор работает слегка воспламеняющимися жидкостями то есть бензином то также очень важная информация здесь указано что это прибор именно для бытового применения экспресс анализа качества бензина вот значит что здесь есть еще интересного значит дальше рассматриваю упаковку можно заметить что на месте вскрытия коробки находится вот такая вот пломба зеленого цвета на которой мы видим написано о том что работа и комплектность изделия проверены заводом изготовителем технический контроль пройден что означает номер 7 я не совсем понимаю но тем не менее такая вот ломбочка здесь стоит на этом я хочу заострить особое внимание так как сам несколько раз сталкивался с тем покупая различные приборы или гаджеты я сам сталкивался с тем что покупаешь прибор коробка уже вскрытая начинаешь интересоваться у продавца почему вскрытая коробка продавец начинает объяснять что вскрывается для того чтобы проверить работоспособность прибора перед его продажей чтобы исключить брак вот на самом деле очень часто бывает что приборы уже разокомплектованы то есть у них не полная комплектация указанная производителем вот и тот комплект который поставляется с прибором очень часто продавцами продается уже отдельно здесь же производитель уже исключил такую возможность соответственно соответственно печатал коробку такой вот ломбой и комплектность он уже указала здесь же на задней торцевой стороне коробки вот то есть можно почитать что входит комплектность этого прибора вот что еще значит еще вот здесь много информации находится на задней нижней части коробки здесь видны сканы статей из различных автомобильных журналов с номерами выпусков этих журналов и датой выпусков этих статей которые судя по тому что здесь видно скорее всего описывают тоже какие-то обзоры этого прибора и кому интересно тот может соответственно посмотреть по датам и найти эти статьи в этих журналах вот далее значит указаны способы измерения то есть как проверить бензин используя оптиз 2 вот здесь предложено три варианта первый вариант как видно проточный написано что для этого требуются 5-10 литров бензина соответственно способ проверки вставить заправочный пистолет в измерительную трубку прибора включить прибор залить бак 10 литров бензина увидеть результат на экране прибора вот второй вариант при минимальном количестве бензина и третий вариант это погружение прибора в канистру но в общем то здесь все очень читаем информативно разобраться можно очень легко и никаких сложностей ниже вариантов измерения приведены технические характеристики в которых указан диапазон определяемых октановых чисел от 75 до 99,9 вот минимальный объем для определения октановых числа в проточном режиме в режиме погружения время измерения напряжение питания какие элементы здесь используются питание ток потребляемый от элементов питания условия эксплуатации температура влажности и масса прибора и слева значит указано еще раз срок гарантии два года либо 24 месяца и здесь мы видим белым по черному указаны условия гарантии что я тоже считаю немаловажным потому что прежде чем купить прежде чем купить прибор или вскрыть упаковку можно полностью ознакомиться с условиями гарантии принять решение о покупке вот под условиями гарантии написаны данные самого производителя производитель ооо камелит вот здесь же указаны адрес улица лакина 1а город владимир электронная почта сайт и телефоны то есть можно легко связаться с производителем если возникнут какие-то вопросы далее у меня на коробке указана дата изготовления прибора вот и какой-то номер скорее всего либо это номер прибора либо номер партии я пока еще не понял итак по упаковке можно сказать что она очень информативно я еще не скрыв ее уже имея представление об этом приборе мне уже здесь рассказано показано как им пользоваться технические характеристики и даже условия гарантии не говоря уже о комплектности и по защитной пломбе и так предлагаю вскрыть упаковку и посмотреть что же там находится внутри значит здесь у нас руководство пользователя советую всем его прочитать потому что перед использованием прибора нужно ознакомиться с его руководством вот инструкция пользователя не такая уж и большая тут всего лишь 10 страничек сейчас я на ней останавливаться не буду так что у нас далее значит дальше у нас кейс в этой коробке значит у нас сейчас кейс который упакован полиэтиленовый пакет сейчас мы его вскроем и посмотрим что же находится внутри так значит открываем кейс значит здесь у нас статья отечественный прибор для экспресс анализа качества бензина проверил александр шабана и михаил колодочки сравнение показателей прибора с результатами лабораторных замеров интересная табличка значит что у нас здесь еще очень полезная вещь инструкция по удалению загрязнений с чувствительного элемента и значит сам прибор который представляет собой трубку и сверху на ней находится вот такой вот приборчик с табло название оптис 2 на самом же приборе тоже есть памятка для пользования прибором также в комплекте идет набор батареек видимо для того чтобы прибор можно было достать и сразу же начать им пользоваться уже прямо из коробки парочка уплотнительных колец ну вот в общем то и все что здесь есть значит как указано в инструкции по работе с прибором для того чтобы установить его в боевое положение нужно снять крышку с верхней его части которая крепится на болтах и установить туда элементы питания так значит вот я открутил для установки снимаю крышку для установки батареек нужно будет открутить 7 болтов по-моему это самый трудоемкий процесс в этом деле как мне пока что кажется значит соблюдая полярность вставляем элементы питания батарейки здесь стандартные размер 2А вот далее нажимаем кнопочку а прибор работает вот естественно он пока что не показывает никаких значений потому что измерения не производятся ну все раз прибор работает значит соответственно я его отключаю и одеваю у него крышку крышку у него у него у него у него у него он Итак, элементы питания установлены Проверяем еще разок Прибор работает А во второй части этого обзора я проедусь по некоторым заправкам Возьму пробу топлива и покажу, как этот прибор работает вместе Субтитры подогнал «Симон»